приветствую всех любителей литературы кино а также скандалов сегодня расскажу о драматической книги ежекасинского раскрашенная птица и собственно о скандале который эта книга спровоцировала ежекасинский американский писатель польского происхождения выходец из еврейской семьи родился он в городе лодзь в 1933 году спасаясь от нацистов родители бежали в глухое село дабров житецкий позже этот эпизод ляжет в основу самого известного романа ежекасинский чудом спавшись от смерти в концлагере после войны будущий прозаик учился в университете лодзи работал в академии наук а в 24 года эмигрировал в сша где окончил престижный колумбийский университет творчество косински неразрывно связано с темой холокоста он опубликовал 20 романов начиная с изданной в 64 году раскрашенной птицы книги о человеческой жестокости и отчуждении название отсылает сцене из романа в ней птицы клюют особь своего вида раскрашенную людьми в яркие цвета прозрачный образ свои убивают своих в основе птицы реальные события то самое пребывание косински в селе дамбров житецкий шестилетний мальчик оказывается наедине с враждебным миром взрослых и понимает что бояться ему стоит не только гитлеровцев автор не щадил героя швыряя его из одной чудовищной ситуации в другую польская глубинка населена безумцами извращенцами садистами и маргиналами ужасы детдомов ужасы застенков гестапо изнасилование и бессмысленные пытки роман впечатлит и шокирует натуралистичными описаниями самого стойкого читателя птица принесла дебютанту всемирную славу американцы раскупили книгу а вот на родине автора восторг западной публики не разделили книга была запрещена на долгое время она до сих пор слывет антипольской слишком карикатурными вышли жители сельских регионов восточной европы сплошь маньяки косинский не утверждал что роман биографический но и не отрицал этого именно вера аудитории в правдивость изложенного сделала раскрашенную птицу бестселлером и лишь в поздних изданиях косинскому пришлось сознаться что он выдумал сюжет от и до что ничего подобного с ним не происходило из-за этого многие евреи посчитали что писатель злоупотребляет трагедией геноцида зарабатывает на ней что холокост для косинского лишь коммерция мало того писатель элиот байнбергер в книге расследования кармические следы утверждает что косинский не мог быть автором нарисованной птицы потому что его знание английского языка на момент написания романа было крайне низким вайнбергер утверждает что птицу писала группа американских редакторов а имя поляка косинского издатель поставил на обложку в качестве рекламного хода основным создателя романа назывался нью-йоркский поэт и переводчик джордж риви и риви подтвердил эту информацию сказал что согласился на роль безымянного писателя устав от отсутствия собственного литературного успеха удивительно что слова джорджа риви не только не проверили на них вообще не обратили никакого внимания косинские мошенник и фальсификатор по мнению многих он продолжал богатеть на своих книгах сторонники косинский возражали что англоязычная версия птицы это просто перевод с польского обвинения в плагиате вдохновлены коммунистической пропагандой но 82 журнал village voice которому коммунисты вроде как не платили указал на стилистическую разницу между птицей и другими работами косинский эти книги написаны разными людьми говорилось статье косинский не странство по польским селам не подвергался насилию войну провел с заботливыми и любящими людьми семьей польских католиков там же писатель обвинялся в плагиате якобы его бестселлеры это нарезка из книг изданных в польше и неизвестных западному читателю восемьдесят девятом ежекосинский приехал на родину которую покинул много лет назад на его выступление пришла та самая католическая семья которая укрывала его в годы нацизма спасла от гибели люди которых он изобразил в книге подонками они пришли просто чтобы посмотреть косинский в глаза через два года писатель покончил с собой приняв смертельную дозу барбитуратов мы не знаем кто на самом деле написал раскрашенную птицу и был ли ежекосинский плагиатором но это действительно сильная книга пусть и местами чрезмерная преувеличенная она бросает читателя в дрожь косинский не чушь кинематографу семьдесят девятом году экранизировали его сатирический роман будучи там он рассказывает об умственно отсталом человеке который баллотируется в президенты сша к слову есть подозрение что будучи там это плагиат романа карьера никодема дизмы написанного в тридцатые годы польским классиком тадеушам доленга мостовичем косинский озвучил документальную картину о еврейском гетто в лодзе сыграл эпизодическую роль в полуночном ковбоя джона шлезингера и вполне полноценную роль в оскароносной исторической драме красные у орена битти он там хорошо смотрится в образе большевика григория зиновьева 2010 году режиссер ватслав мархоул приобрел права на экранизацию нарисованной птицы еще 10 лет ушло у него на поиски финансирования кстати польские дистрибьюторы и продюсеры отказались работать с мархоулом фигура косинского по сей день вызывает в польше вопросы фильм совместная продукция украины чехии и словакии вышел 2019 украина выделила на съемки 9 миллионов гривен и как по мне это один из лучших фильмов года только прежде чем смотреть его помните что на премьере зрители в ужасе убегали из кинозала 43 локации съемки в трех странах 4 языка на которых общаются персонажи чешский русский немецкий и так называемый межславянский язык великолепная операторская работа она приравнивает каждый кадр к живописному полотну изумительная игра юного петра котлара яркие появления известных актеров стеллен скарсгард удакир джулиан сенс алексей кравченко и прекрасный барри пеппер знакомый нам по шедевру стивена спилберга спасти рядового райана замечательный сценарий птица тяжелый крайне жестокий но и очень трогательный светлый несмотря ни на что фильм который может заставить вас расплакаться и совершенно точно заставиться переживать если конечно ваши нервы достаточно крепки чтобы досмотреть его до конца ну еще эта возможность полюбоваться на отличных актеров которые здесь выложились на сто процентов чего стоит харви кейтель в роли священника раскрашенная птица номинировалась на золотого льва и получила премию венецианского фестиваля здорово же когда в нашей стране деньги не отмывают а вкладывают в действительно хорошее кино ежекосинский противоречивый прозаик которого не любят на родине написал или не написал роман о котором спорят почти 60 лет я в спорах не участвую но раз уж мы заговорили о скандальных писателях о польских писателях хочу порекомендовать вам новинку от автора из этой страны одно из самых ярких моих читательских впечатлений последнего времени холм псов якуба жульчика это триллер и это действительно прекрасная литература главный герой писатель давно живущий в варшаве он когда-то написал книгу в которой показал свой родной городок зыборг зловонной дырой полной идиотов спустя много лет герой вынужден вернуться в провинцию которую прославил на всю страну и демонизировал его приезду совсем не рады и в то же время там происходит очень страшное преступление замечательная книга холм псов прямо-таки утопаешь в атмосфере польской глубинки где у жителей есть два варианта спится или уехать на заработки в германию польша которую немногие из нас видели интересно что в прошлом году у автора холма псов талантливого молодого прозаика якобы жульчика возникли проблемы с законом ему грозит три года тюрьмы за то что он на своей странице в фейсбуке назвал президента польши анжи дуду дебилом надеюсь у жульчика все будет хорошо как и у всех нас до новых экранизаций организаций